Это здорово, это замечательно, и это вот часть нашего служения сегодня, она будет построена вокруг Слова Божьего и вокруг нас. Мы не живем в отрыве от учения священных писаний, мы не можем жить в отрыве от этого. Библия говорит, чтобы мы вникали в себя и в писание, и занимались этим постоянно. Только таким образом мы будем видеть себя, понимать себя и спасем себя, выразился апостол Павел, и слушающих нас. Что значит вникать в себя? Ну, это исследовать себя, быть честным, как сегодня было сказано, и вникать в писание, то есть попытаться понять, чему учат нас эти священные тексты, каким образом они нас напутствуют и наставляют на жизненной дороге. Сегодня мне очень хотелось бы поговорить о горизонтали отношений. Вот утром мы говорили о вертикали отношений, и это в определенном смысле проще, потому что это между Богом и человеком. Там есть свои сложности и расстояние, так скажем, от личности Бога до личности человека. Но проще там, потому что Бог может вмещать нас. Бог может преодолевать массу всяких наших пороков и всяких сложностей. Он Бог. Это как мама или отец преодолевают вот всякие капризы ребенка. И просто обнимет его, тот там ногами тупает, тот там обижается, толкается, кусается. Но мама его просто обняла, и все. И он заснул. А вот с братиками и сестричками всегда сложнее, когда они подрастают. И вот выстроят отношения, дерутся, там, ссорятся, забирают игрушки друг у друга. Вот, наверное, так где-то и у нас, у взрослых детей, между Богом и нами это одна форма отношений. А когда мы все дети Божьи, совершенные дети Божьи, начинаем строить отношения друг с другом, мы нарываемся на много неприятностей и сложностей, и разочаровываемся, и разбиваемся. И кто-то уходит, кого-то выгоняют. И я бы хотел сегодня заглянуть в Библию и опять же попытаться понять Бога. Как Бог видит нас? Какие правила Он пытается внедрить в наши взаимоотношения? С учетом, каких законов духовных мы должны смотреть друг на друга? Кто мы по отношению друг к другу? Как мы обязаны или должны воспринимать друг друга на горизонтальном уровне? Ну, держи свое сердце открыто. Может быть, Бог что-то хочет сегодня тебе тоже сказать. Хотел бы начать свои некоторые размышления с 20 главы Евангелия Матфея. Там Христос рассказывает одну притчу, такой образ, о том, как люди нанимались на работу. И хозяину нужны были работники в винограднике. Он вышел рано утром, посмотрел на торжище, на этой площадке, где нанимались люди. Стояла группа людей, он их забрал работать. Они условились, договорились сразу, что будут работать за динарий. И будут работать до вечера. Всех это устраивало. И хозяина виноградника, и работников. Все были рады, довольны. Потом хозяин посмотрел, что не успевают, не справляются они с объемом работы. Вышел в обед, посмотрел, там тоже люди нанимаются на работу. Он их тоже позвал. Работайте, потом рассчитаемся. Потом он вышел вечером, и потом уже совсем поздно вечером. Уже в 11 часов вечера, уже перед полночью. И еще пару людей взял. Давайте хоть последний час работать, а потом рассчитаемся. Закончился трудовой день. Он позвал всех рабочих. И начал оплачивать их труд. И начал с последних. То есть с тех, которые работали только один час. Которые пришли работать в 11 часу вечера. Вот теперь я хочу прочитать, что у них там получилось. 20 глава, с 9 стиха, новый русский перевод. Работники, которых наняли в 11 часу, пришли, и каждый из них получил по динарию. Когда подошла очередь работников, нанятых первыми, они ожидали. Откуда такие ожидания? Ну, они ожидали, что получат больше. Но каждый из них тоже получил по динарию. Когда с ними расплатились, они стали роптать на хозяина. Все испортил. Были в таком хорошем настроении. Весь день работали с настроением. Благодарили хозяина за работу. Так рассчитывали и надеялись. Уже даже знали, куда они потратят эти деньги. И все были рады и довольны. А вечером все настроение пропало. И они говорят, те, кого ты нанял последними, работали всего один час. И ты заплатил им столько же, сколько нам. А мы трудились такую жару целый день. Хозяин ответил одному из них. Друг, я же тебя не обманываю. Разве ты не согласился работать за один динарий? Так возьми свою плату и иди. А я хочу. Я хочу заплатить тем, кого я нанял последними, столько же, сколько и тебе. Не вправе ли я распоряжаться своими деньгами так, как хочу? Или, может быть, моя щедрость вызывает в тебе зависть? Мы сейчас говорим о взаимоотношениях между людьми. И никто не порадовался за вот этих последних. Вот эти последние испортили всем настроение. Все было бы хорошо, если бы их не было. Все были бы довольны за весь трудовой день. Я вот думаю, откуда это у нас? Вот Христос нас наставляет и говорит, радуйтесь с радующимися. И плачьте с плачущими. И оказывается, радоваться с радующимися сложнее, чем плакать с плачущими. Потому что, когда даже врагу больно, ну больно, зажала ситуация, пальцы в двери зажало, то уже аж ты сжимаешься и думаешь, ну да, уже больно человеку, уже, Господи, уже помилуй его, и ты уже и с ним плачешь. А вот когда друг, а у него успех, а у него лучше получается, чем у тебя, а вы вместе начали дело, а у него пошло, 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 а у тебя не пошло. И вот нет силы внутри просто подбежать. Как я рад за тебя, как все-таки классно, что у тебя получается. Вот что-то есть, вот что-то такое есть, что оно? И почему у нас такое отношение к успеху ближнего? Давайте еще один сценарий проработаем такой. Допустим, вот эти последние были бы близкие родственники, или мой сын, скажем, был бы. Вот тот, кто прошел в одиннадцатом часу, весь день проспал, просидел перед телевизором, а вот вечером пришел копейку заработать, и опа, заработал то, что и я. Я лично думаю, что я бы ему сказал, ну везет же тебе, ну классно. Пойдем вместе поблагодарим еще раз этого хозяина, потому что, ну просто добрый человек. Значит, ну может быть, за совсем близких людей мы рады. И я вот размышляю, а ведь Бог действительно дает каждому из нас свою меру какую-то. Он говорит, я добр, я просто одному даю больше. А другой вот трудится, я тоже вознаграждаю его, благословляю. Я вот думаю, ну действительно, Бог дает многим людям и благословляет многих людей. Почему бы не радоваться? И те, которых Бог благословил больше, почему бы не учитывать тех, кому Бог дал меньше? Ну, меньше дал способности учиться, меньше дал талантов, меньше дал возможностей. Ну почему бы не учитывать, если мы действительно семья, если мы действительно братья и сестры? Есть удивительный текст в книге Второзакония, 15 главе. Он на самом деле удивительный. Я хочу его прочитать с 7 стиха. «Если у тебя будет нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим». То есть у тебя есть достаток, у тебя есть возможность, а он нищий. И Бог сознательно называет его твоим братом. «Открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Вот она, приближается седьмой год, год прощения. А это что значит? Это значит, что в Израиле был такой закон, удивительный закон. Я бы мечтал, чтобы такой закон был в России и в Америке. Каждый седьмой год все долги всех людей обнуляются. И вот человек состоятельный, человек с возможностями смотрит на человека с нуждой и думает, ну хорошо, я тебе сейчас дам, я тебе сейчас помогу. А вот через, что там у нас сейчас, июнь месяц уже, да? Семь-восемь месяцев. Ты же не отдашь. Я же точно знаю, что не отдашь. Не дам. Господь говорит, твоя мысль беззаконная. Смотри, если ты эту мысль затаил, и только поэтому ты не дашь... Нехороший ты человек. У тебя же есть возможность. А этот человек нуждается. И чтобы по этой причине глаз твой не сделался ни милостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему по этой причине. Потому что он возобьет на тебя, Господу, и будет на тебе грех. Вот читаешь эти строки и начинаешь сочувствовать богатым, а не бедным. И будет на тебе грех. Дай ему, взаймы. Когда будешь давать ему, Бог дальше наблюдает. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое. Даже это запрещает Бог. Даже если ты даешь, но даешь с кислым видом, а-а, не пойдет. Давай с радостью. Давай, 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 давай. Улыбайся. Обними его, обними его, обними его. Благослови его. Не должно скорбеть сердце твое, потому что за это благословит тебе Господь Бог твой во всех делах твоих, во всем, что будет делаться твоими руками. Вот Бог за этим внимательно смотрит. Все, к чему будут прикасаться твои руки. Ты будешь подписывать контракты, ты будешь вести деловые переговоры. Бог тебя благословит. Вот я смотрю Бог, как бы, как сверху, как отец наблюдает, да. Вот этот вот, ну, нищий. Ну, его интеллект вот такой. Твой вот такой. Ты более шустрый, ты более проворный. Ты более смелый. Ты более рискованный. Ну, такой ты. Ну, такой ты по жизни, да. Вот он тебе дал вот столько. Вот просто благословил. Вот захотел так и благословил тебя. А у другого этого нет. Вот он смотрит и говорит, ну, ты же понимаешь, что я тебя благословил. Так благослови его. И я благословлю тебя. Вы же братья. Открывай руку твою, брату твоему, бедному твоему, нищему твоему, который на твоей земле. Если продастся тебе брат твой, еврей или еврейка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. И когда будешь отпускать его от себя на свободу, не отпускай с пустыми руками, но снабди его от ста твоих, от гумна твоего, от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. И помни, ты тоже был рабом в земле египетской, но избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня тебе все это заповедую. Какой прямой отцовский разговор с людьми. И он говорит, даже случится такая уже крайняя ситуация, что человек сам себя уже продаст в рабы. То есть уже самая яма, вот в самой уже долговой яме уже человек понял, что он даже себя прокормить не может. Не спать нигде, не кушать нечего. И вот он придет и скажет, давай так, я буду на тебя работать, ты просто меня корми, чтобы я не помер где-то. Ну практиковалось в то время такое. Можно было продать даже себя в собственность другого человека. И Господь говорит, помни, я поставил вам закон, шесть лет пусть работает, на седьмой год отпусти его. Обнули все долги. И дай ему в его руки начальный капитал. Помоги ему встать на ноги. Вот если бы эти законы были сегодня в нашем обществе, совершенные законы, идеальные законы, у нас бы не было общества классовым. У нас бы не был класс богатых и класс бедных. Но из-за того, как устроено наше общество сегодня, вот это расстояние между богатыми и бедными только растет. Одни больше и больше погружаются в долговую яму. И они понимают, они оттуда не выберутся. И дети их не выберутся. А другие понимают, что хватит им и детям, и до пятого и десятого поколения не знают, что делать с этими деньгами. Но Бог так предусмотрел, что так между братьями не должно быть. У тебя хватает ума? Помоги другому. Помоги встать. Порадуйся, если у него успех. Вы помните такую историю, читающую Библию, должны помнить? Я сейчас скажу предысторию. Вообще в Израиле еще один закон был. Закон о наследственности. И в этот закон о наследственности было включено еще и такое положение. Если умрет в роду мужчина, не произвел потомство, и его жена останется бездетной, то родственник, его ближайший брат, должен войти к жене брата своего умершего, чтобы она забеременела. Чтобы род не вымер. Нельзя, чтобы род вымер. Нельзя, чтобы на этом родовом дереве вот эта ветвь отломалась. Нельзя. И есть такая история, когда в одной семье так случилось, что умер мужчина и не оставил потомство. И обычно это собиралось народное вече, собирались старейшины гордо и упрашивали родного брата войти к жене умершего брата, чтобы она забеременела. Если человек отказывался это делать, что совершенно несложно сделать, то его презирали в обществе. И за ним закреплялась такая кличка или такое унизительное имя, как Дом Разбутово или Дом Басово. В него бросали сапог прямо посреди площади, и люди его презирали. Почему? Ну, потому что он не хотел, чтобы делить наследство. Он теперь понимал, что мы делим не на две части, а все наследство отцовское, все накопленное, оно принадлежит мне. А зачем мне делить на двоих, если я могу один все это получить? И вот Бог постановил даже такие заповеди. Не будь скупым. Порадуйся, если у твоего брата продолжается род. И был такой человек, его звали Анан, которого тоже упрашивали на площади городской, чтобы он вошел к жене умершего брата, и он согласился. Не хотел человек носить этот позор в своем городе. Все похлопали, поблагодарили его за такую щедрость. Но когда он вошел к жене умершего своего брата, он сделал так, что она не забеременела от него, хотя он с ней был. Он сознательно сделал так, чтобы она не забеременела. И Господь увидел это, написанное в Библии, и сразу же поразил его смертью, прямо там в комнате. Почему он так сделал, и почему так Бог сделал? Ну, потому что этот человек перед людьми как бы долг свой исполнил. Я с ней был, а что там было, когда я с ней был, видел только Бог. Поэтому человек хотел свою репутацию, осанку держать перед обществом, а сам был, ну, подлецом. Сознательно не хотел, чтобы эта женщина родила от него, и чтобы это был род его брата. И поэтому Господь поразил его за скупость, за такую жадность и себелюбие. Вот такие были законы в древнем Израиле, которые нас ожидал Господь. Есть еще один текст, который мне очень нравится. Он записан в книге Иова. Сейчас ваш пастор ведет целую серию проповедей на эту тему. И есть удивительный текст в 31 главе, с 16 стиха и ниже. Здесь Иов от первого лица рассуждает сам о себе вслух и говорит так. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе? Томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Если я видел кого, погибавшим без одежды и бедного без крова, не благословляли ли меня чресло его, и не был ли он согрет шерстью моих овец? Полагал ли я в золоте опору мою? Говорил ли сокровищу «Ты надежда моя!» Радовался ли я, что богатство мое было велико и внимание, и что рука моя приобрела много? Прельстился ли я в тайне сердца моего и целовали ли уста мои руку мою? Вы скажете, ну это вообще уже бред какой-то. Ну не обязательно физически это делать, но может в тайне кто-то и делает так. Когда сам сидит, думает, вот она, рука моя, вот он, гений. И дальше Иов говорит, это было бы преступлением, подлежащим суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Вот как размышляет этот человек. Если бы я размышлял так, что это моя рука приобрела много, то этим я отрекаюсь от Бога. Как это совместить, как это объяснить? А так, что богословие Иова начиналось со слов Бог дал. Бог дал. Почему Иов сумел справиться в такую скрутную минуту жизни? Вот как бы это звучало сейчас не скромно, но я беру на себя смелость сказать, у меня есть ответ. Вот я считаю, что у меня есть ответ и объяснение, почему Иов сумел справиться в такую тяжелейшую минуту жизни, когда все десять детей погибли, когда здоровье его подвело, когда любимая женщина, которая родила от него десятерых детей, сказала, хули Бога прямо сейчас. И он ей отвечает, ты говоришь, как одна из безумных, что с тобой стряслось. Я знаю, почему Иов справился в эту минуту, потому что его богословие, его понимание Бога начиналось с того, что он верил, что все это Бог дал. Что это значит? Если бы я пришел к вам и дал вам свой компьютер и сказал, пользуйся, на неопределенное время, вы бы сказали спасибо, через два месяца я бы пришел и сказал, мне нужен мой компьютер. Вы бы мне его вернули с благодарностью, что целых два месяца вы пользовались моей вещью. я твердо верю, что Иов справился в эту минуту, потому что его богословие начиналось Бог дал, а теперь Бог взял. потому все дни благоденствия, все дни, когда у меня ничего не болело, все дни, когда мои дети окружали меня, все дни, когда моя любимая женщина улыбалась мне, это все Бог дал. И это не заслуги и все накопленное, и все состояние, и вся мудрость, как развивать бизнес. Это все Бог дал. Поэтому я каждый день благодарю Бога за то, что Он мне столько хорошего дал. Я помню однажды сидел за рулем автомобиля и остановился на красный свет, у нас жарко там в Калифорнии, у меня окна были открыты, подъехала машина справа, там сидели двое молодых людей, два парня, у них тоже окна были открыты, и один из них со всех сил кричал и что-то доказывал другому. Я прислушался, о чем разговор, и молодой человек за рулем кричал, this is my life, это моя жизнь, почему они лезут в мою жизнь, я не позволю никому лезть в мою жизнь, я что хочу, то и буду делать со своей жизнью, это моя жизнь. брызгал слюной, он кричал на все, люди смотрели, и я думал, Боже милосердный, что значит твоя жизнь? Сейчас у тебя один капилляр лопнет где-то здесь, и ты поймешь, что ты даже в туалет сам сходить не сможешь. что значит твоя жизнь? Откуда столько высокомерия? Откуда столько гордости, что это моя жизнь, я что хочу с нею делать? Мы все настолько зависимы от Бога во всем каждый день, что мы должны благодарить Бога за каждый вздох, за каждый выдох, за разум хотя бы благодарить. Я помню в Костромской области мы однажды пошли в интернат для умственно отсталых детей. Там были девушки и ребята по 16-17 лет, абсолютно красивые, внешне абсолютно здоровые, но их развитие умственное остановилось в возрасте где-то двух лет. Их кормят из ложечки, их одевают, их водят, им дают какие-то игрушки, и просто сердце разрывалось, я не мог там даже дольше быть, оставаться, просто сердце разрывалось, и ты думаешь, надо же, надо же, вот что-то здесь не так, и кто-то может поправить. я не знаю, сколько я помог этим людям, когда туда пришел, но они мне очень помогли в тот день. С тех пор я чуть ли не каждый день, ну не каждый, но очень часто благодарю Бога за разум, просто за разум, часто благодарю, просто Бог, благодарю Тебя за разум, Бог, благодарю Тебя за светлый разум, благодарю Тебя, что я развился, что я развиваюсь, благодарю Тебя за разум. Я просто думаю, сколько из нас благодарят Бога просто за разум. Ведь это тоже Бог дал, это тоже не мало. Это не мало. Кто-то может сказать аминь? Аминь. Так вот, богословие Иова начиналось с того, что Бог дал. В Библии написано, есть несколько текстов, в частности два, которые я лично объяснить не умею и даже пробовать не буду. Мне кажется, они очень сложные. Мне было бы интересно встретить человека, который бы смог хоть как-то объяснить эти тексты. Я их прочитаю. Это книга «Деяния апостолов», 2 глава, 44 стих. И «Деяния апостолов», 4 глава, 34 стих. «Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Не было между ними никого нуждающегося. Не было между ними никого нуждающегося. Может, они верили в процветание, и все процветали. Вот все 100%. Вот все были богаты. Нет. Почему же между ними не было нуждающегося? А потому, что те, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Никакой мистики, никакой тайны, просто много-много любви. Почему я сказал, я не умею это объяснить? Я просто его не умею объяснить. То есть, один человек работал, нажил, учился, рисковал, а другой вот такой наполовину развитый, слабый, немощный, больной. И как же теперь это все объяснить, когда вот этот преуспевающий, образованный, просто так, по доброй воле, продает свое имущество. И всем поровну раздается. И не написано, что все были богаты. Написано, что не было нуждающихся. Не умею это объяснить. Это сверхъестественно. Это показывает состояние общества. Это показывает степень любви, благодати, какого-то взаимного уважения, я не знаю, к Богу, к друг другу. Потому все не могут быть богаты, если не делиться с друг другом. Вот тогда и Бог благословляет таких людей. Вот подумайте, ты берешь одну картофелину, бросаешь в землю, а земля возвращает тебе целый куст. Целый куст. Какая щедрость. Поэтому Бог действительно наблюдает за нами, как мы поступаем по отношению к ближним, по отношению к братьям. Вот этот текст меня удивляет. Кое-что, мне кажется, здесь соображаю. Второй Коринфянам 8, 9. Христос, будучи богатым, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились его нищетой. То есть он выбрал именно такой путь обогащения всех нас. Вот заметьте, обладая абсолютной силой, способностью просто всех сделать богатыми. Он же Бог. Он абсолютно все может. Зачем ему идти таким путем, чтобы обнищать, то есть все свое достояние, все абсолютно, взять и раздать, и самому обнищать. Он что, не может его просто умножить? Он что, не может все свое сохранить при себе? И жизнь свою, и безопасность свою, и покой свой, и недосягаемость свою, и святость свою. Все сохранить при себе, а вас просто благословить, отдельно, умножить. Но он выбирает вот этот путь удивительный, обнищать, чтобы обогатить. То есть он не умножает, а он делится. И все становятся богатыми, и внедряется какая-то совершенно новая формула, совершенно новое богословие, совершенно новые отношения друг к другу. Это такая спайка происходит, такое слияние людей, такое доверие сильное по отношению одного к другому. Я как-то ехал в машине и слушал передачу. Рассказывал один мужчина о том, как он, будучи мальчиком, у него отказали почки. Он попал в больницу, и собрали его родственников, и врачи объяснили, что человек, в принципе, может жить с одной почкой. И нужно найти донора, который сможет отдать свою почку мальчику, и мальчик сможет жить с одной, и человек, который пожертвует почку, сможет жить тоже с одной почкой. Проверили всех родственников, кажется, он называл 70 с чем-то человек, и данные необходимые, там, медицинские эти все, нашлись только у одной девочки, двоюродной сестры, которая тоже была там лет 14. И родственники категорически отказались, чтобы девочку положить под нож, у ребенка забрать почку, категорически отказываются. Но когда девочка узнала, что ей запрещают это сделать, и что ее брат может умереть, она закатала истерику. Она сказала, если вы не позволите мне отдать почку моему брату, я что-то с собой сделаю. Если он умрет, я вам всем извещаю, я что-то с собой сделаю. Вина ляжет на всех вас. И это было так однозначно, он говорит, что все испугались. Она сказала, мы никто себя не простим, если он умрет. И она смогла переубедить все это родство, и легла на операционный стол, и отдала свою почку. И прошли годы, и этот человек стал известным профессором в Петербурге. Он выжил, вот этот мальчик. И это он выступал по радио, и он рассказывал. Я просто подумал, Господи, как это красиво, как это достойно, как это все по-человечески. Разве не так должно быть у нас, у людей? Один мой знакомый, невымышленная история, ввел одно адвокатское дело и рассказал мне историю, очень похожую на эту, но это правдивая история. Одна семья, наши люди, русскоязычные, живут в Нью-Йорке. Значит, жена оставила мужа, ушла с любовником. Он за ней сильно скучал, ждал ее, любил, но ничего не получилось. Семья рассталась. Со временем эта женщина заболела, и у нее была похожая, ну точно такая ситуация, как у этого мальчика из Петербурга. И она лежала долго в больнице, ждала человека, который смог бы стать донором. И нашелся такой человек, и сделали операцию, и она осталась жить, она живет до сих пор с одной почкой. И когда она вышла из операционной, восстановилась, она пришла к врачу, который делал операцию, и сказала, я хочу знать имя человека, который отдал свою почку, я хочу его отблагодарить. Врач поднял документы и сказал, этот человек предпочел скрыть свое имя. И ей это стало так любопытно. Проходили месяцы, годы, и она время от времени сильно терзалась этим вопросом, возвращалась к этому человеку, и упрашивала его выдать имя этого человека, адрес, где он живет. И он говорит, я потеряю работу, я не могу нарушить это, я не могу выдать вам это имя. Но прошло достаточно много времени, и каким-то образом этот врач согласился удовлетворить ее просьбу, вот не в рабочее время, каким-то образом. Он говорит, я отвезу вас к нему. И они поехали. И он ее отвез на кладбище. Привез на кладбище и показал каменную плиту, и сказал, этот человек не выжил. Вы выжили, а он нет. И когда она подошла к этой плите, она прочитала имя своего бывшего мужа. Вот так бывает. И она теперь носит часть его в себе. Вот так бывает. Такой бывает любовь. Вот когда я размышляю над этим, я думаю, мы хотим чудес. Мы хотим каждый оставаться при своем, ничем не рисковать. Мы хотим, чтобы Бог просто чудеса творил, чудеса умножения. А вот когда Христос умножил хлебы и рыбки, какой хороший у нас Христос? Он берет просто и умножает. Но мы не хотим думать о мальчике, которому мама дала обед. Я ей сказала, сынок, это может надолго затянуться. Я не хочу, чтобы ты был голодным. Возьми, пожалуйста. И ты смотри, там ни с кем не делись. Я знаю тебя. Сам будешь голодным, поделишься, другие съедят. Это тебе, это еврейская мама. И этот мальчик сидел с этими хлебами и рыбками. И я не знаю, я не люблю быть фантазером, но я реалист. И я понимаю, что, может, другие дети плакали, может, уже затянулось, уже за полдень. Уже все заговорили. Покушать бы чего-то, покушать бы чего-то. Уже ученики Христа стали дергать. Слушай, давай их отпустим или что? Ну, серьезно, время затягивается. И, короче, этот мальчик сам пришел к такому решению. Поделиться тем, что у него есть. Очень сомневаюсь, что мальчик и ученики, и все люди рассчитывали на это чудо. Очень сомневаюсь. Я исключаю это совершенно. Я реалист. Я думаю, что мальчик просто принес эти две рыбки, пять хлебов. Отдал ученикам или Иисусу вот как-то поделить. И может, хоть детям что-то достанется. Вот кем был этот мальчик. И я думаю, это тронуло Иисуса. Тронуло. Вот где начало чуда. Вот чего Бог и ожидает от всех нас. Вот где мы получаем право на чудо. Всегда есть где-то тот рубеж, когда мы получаем право на чудо. Или вдова в Сарепте Сидонской. Это же надо. Или Яг говорит, ну-ну-ну-ну, прежде ты испечешь для меня, а потом для себя и сына своего. Она говорит, а что я для сына испеку? Мы вот это все, что имеем. Вот мы сейчас это съедим и умрем. Он говорит, ну, это как бы потом. Сразу для меня сделай. Может, шутит. Взрослый мужчина забирает у ребенка, у женщины, последнюю лепешку. Нет, не шутит. Нет, не шутит. Он говорит ей. Так говорит Господь. Если веришь и можешь отдать последний, у тебя масло в кувшине не убудет, и мука в катке не истощится, пока голод не закончится. И эта женщина делает и отдает. Или Я самодовольна на глазах у голодного ребенка, и женщина съедает эту лепешку. Но когда женщина смотрит в катку и в кувшин, они полные. Я верю, что есть та самая точка, когда мы получаем право на чудо. Когда Бог смотрит на Израиль, Он говорит, смотрите, слушайте меня все внимательно. Когда вы начнете собирать первые плоды весной, все отдайте мне. Первый колос, первую ягоду, все отдайте мне. Это мы сегодня живем, у нас супермаркет, и мы можем даже зимой позволить себе какие-то овощи, фрукты. Раньше не так было. Раньше, я помню, мы жили в деревне, там только зарозовела какая-то клубничка. Мама нас пацанов зовет всех, нас четыре мальчика, а последняя девочка в семье. Попробуйте тронуть это. Это для Томилы, для нашей девочки. Мы все смотрим кругами, друг друга стережем вот эту клубнику. Ну, нюхать только разрешалось. И я вот просто думаю, вот эта вот весна, вот этот первый плод, и Господь его забирал. Вот Он приучал людей, учитывая их скупость, алчность, приучал. Отдайте мне. Чти, Господа, от начатков твоих прибытков. Это форма почитания. Вот почти. И Бог не просто такое, прости, Господи, божество такое, знаете, сидит на троне и ждет, когда все к Нему ползут, и все от Него зависимы. Нет. Не верю в такого Бога. Он просто приучает людей. Думай о другом. Что делал Господь с этими плодами? А Он их священникам отдавал. Думай о другом. Тебя Бог благословил. Тебя Бог благословил больше, чем другого. Думай о другом. Вы же братья. Как это правильно, как это достойно, как это чисто. Еще несколько текстов, и мы перейдем к молитве. Да, в принципе, один текст прочитаю, и все. Да, вот Евтушенко есть хорошие слова, там, плач по брату его, стихотворение такое, там есть такие два четверостишья. Сизый мой брат, истрепали мы перья, люди съедят нас двоих у огня. Это как бы гуси, два гуся летели над рекой Вилюй. Я Ютушенко лично об этом спрашивал, как он написал это стихотворение. Он говорит, это была самая настоящая история. Мы сидели в лодке, выстрелили, убили одного дикого гуся, а другой, вот говорит, до вечера, кричал над тайгой, кружился над этим убитым братом. И он говорит, я там написал это стихотворение, плач по брату. И вот там есть такие строки. Сизый мой брат, истрепали мы перья, люди съедят нас двоих у огня. Не потому, что стремление быть первым, ела тебя, пожирала меня. Сизый мой брат, мы клевались пол жизни, братства и крыльев, и душ не ценя. Разве нельзя было нам положиться? Мне на тебя, а тебе на меня. Сизый мой брат, я прошу хоть грабины, зависть свою запоздала к льня. Но в наказании мне люди убили первым тебя, а могли бы меня. Я вот думаю, мы в эмиграции прожили 29 лет, моя жена уже 30 лет, и я обнаружил такую интересную закономерность. Те родственники, которые были дружными, они все преуспели. Оказавшись на новой земле, в новых условиях, часто не имея ни финансов, не зная языка, когда люди помогали друг другу, все выиграли. Те люди, которые злорадствовали, ага, ты упал, нагнулся, хорошая ступенька, мне подняться. Все проиграли. Все. И в заключение удивительный текст о священниках. Как Господь устроил еврейское общество? Это же прекрасная модель. Он сказал так. Люди должны принести десятую часть своих доходов в Дом Божий. я освобождаю целое колено Левина для служения в Скинии, в храме. Они должны служить вам одиннадцати коленом. Когда вы согрешаете, когда вам нужен совет, когда нужно принести жертву, устроять все праздники, очень много работы. А вы будете приносить десятую часть, и от этой десятой части будут питаться священники. Я здесь не эксперт, и я здесь не хочу утверждать однозначно, но я просто поделюсь своими мыслями. Я могу очень даже ошибаться, я правду говорю, открыто говорю, но на данный период своей жизни я пришел к такому заключению. Мне трудно представить по-настоящему призванного священника или пастора, который одновременно и бизнесмен. Мне трудно это представить. Может, у кого-то это получается, и я знаю людей, у которых это получается. Пусть их Бог благословит, я за них только рад. Но в моем случае это не получается. Я тоже пробовал. И оставил эту затею. И я даже для себя объяснил, почему это у меня не получается. Потому что мой удел быть зависимым от Бога и просто доверять Богу. Я у Него на службе в самом прямом смысле этого слова. И я не хочу полагаться на другие какие-то опоры и рассчитывать на какие-то другие упования. Потому что, наверное, для меня так. Вот посмотрите, какое было постановление для священников в Ветхом Завете. Если обычный израильтянин, среднестатистический израильтянин мог рассчитывать на урожай, на благословение Божье, когда он там заповеди соблюдает, занимался земледелием, имел свое какое-то дело, ремесло какое-то, и он на это рассчитывал, разумеется, то священник не делал никаких инвестиций, никогда не владел собственностью, ему это запрещалось делать. в категорической форме священникам запрещалось вести какой-либо бизнес, только служение. И потому священник в самом прямом смысле слова зависел от того, насколько он ходит перед Богом, потому что Бог, грубо выразимся, его прямой работодатель. Если священник порывал отношения с Богом, он умирал как голодный лев, отбившийся от прайда в позоре, потому что больше у него не на что было рассчитывать совершенно. Иезекииль, 44 глава. Что же до наследства священников то я с большой буквы, Бог говорит от первого лица, что же касается наследства священников, то я буду их наследством. Земельного владения не давайте им в Израиле. Я сам их владение. Они будут есть хлебные дары и жертвы за грех, которые приносят люди, и жертвы за провинность. И все, что в Израиле посвятили Господу, будет принадлежать священникам. первые дары от первого урожая и все приношения, какими бы они ни были, будут принадлежать священникам. И первую выпечку из первого замеса весной отдавай им, чтобы на доме твоем пребывало благословение. какое удивительное постановление, какое совершенное общество во всех смыслах, какие удивительные законы. Хочешь, чтобы на доме твоем было благословение? Почти Бога от начатков твоих прибытков. Принеси это в дом Божий, и Бог это увидит и благословит тебя, и священник будет питаться от этого. Священник не должен быть как лошадь в мыле, где-то что-то делать, кружиться, крутиться, сюда прибежать, и это все небрежение такое, неуважение, ни друг к другу, ни к нашему Господу. Не так, не так, не так. Мы преодолеваем скупость, и мы почитаем Бога не только в песнях и поднятием наших рук. Мы чтим Господа от начатков наших прибытков, и тогда житницы наши наполнятся, переполнятся, будут пересыпаться зерном и переливаться вином до избытка. Ты чтишь от прибытка, а Бог говорит, а я наполню тебя до избытка. Вмещаться не будет. Поэтому я вот чувствую особенное воодушевление сегодня поделиться этим, и все, что мне хотелось показать, что Бог дал каждому из нас свою меру, кому-то меньше, кому-то больше. И в Слове Божьем написано, и нищие всегда будут, для того, чтобы проверить нас. На самом деле, это испытание не только их, но и нас тоже. Как мы смотрим на них? Мы приехали в Соединенные Штаты, нам власти Украины разрешили взять только 72 доллара на человека. Ничего не разрешили взять. Мама только взяла постельное белье, как мы ехали. Я старший сын в семье, я всегда думал, ну куда отец сделал деньги? У нас был дом, мы продали дом в деревне, ну как не есть это деньги? Я всегда стеснялся у папы спросить, а папа никогда не говорил, никогда, годы проходили. И однажды я был в одной компании, в другом штате, там сидели более взрослые люди, и один человек сказал мне, кстати, говорит, передай привет своему отцу, когда вы уезжали, он принес крупную сумму денег, и дал мне двоим служителям вместе, чтобы при свидетеле это было, дал и сказал два условия, об этом не надо никому рассказывать, я не хочу, чтобы кто-то знал, что это я дал, второе условие, это для бедных людей и для благовестия, и уехал. И у меня вот во мгновение как бы многие вещи развязались, я подумал, откуда и почему Бог нас, меня благословил на этой новой земле, потому что благословил. Я понял, что я не с луны свалился, что я привит к этим корням, что многим вещам есть объяснение, и хотя было уже очень поздно, тогда я набрал телефон, уже было за полночь, я разбудил отца, и говорю, пап, ты даже не представляешь, что ты сейчас сделал со мной, я просто хочу тебя поблагодарить. Мы многих вещей не знаем, как проклятие приходит в жизнь людей, как благословение приходит в жизнь людей, но Бог все видит. Мы можем со стороны только завидовать, этом, но Бог все видит. Я приглашаю вас подняться на ноги всех, пожалуйста. Я знаю, что Дух Святой что-то говорил в твое сердце, я просто знаю это. Самое важное в сегодняшний день, это как раз этот диалог между Богом и тобой. Мне ничего не надо, я сделал свою часть, я молился об этом, но это между тобой и твоим Богом. Если хочешь, можешь что-то ему сказать. Если хочешь, можешь дать ему какой-то обед. Если хочешь, можешь за что-то извиниться. Если хочешь, можешь его за что-то поблагодарить. Но он все видит. Отец, я благодарю Тебя за этот чудесный день. Я благодарю Тебя за эти чудесные законы, которые записаны в Твоем Слове. Я преклоняюсь перед этими законами, я благоговею перед ними, и душа моя трепещет перед этим совершенством, как ты видишь отношения между людьми. сколько внимания к нам, сколько заботы о нас, сколько напутствия. Господь, я благодарю Тебя за эти священные уроки, которые мы сегодня разбирали в церкви. Я благословляю, Господь, чтобы это Слово Твое осело в наших сердцах, чтобы это не просто были эмоции, но чтобы это было зрелое зерно, которое ляжет в наши души. И мы серьезно пересмотрим свою жизнь и свое отношение к братьям и сестрам, и к Дому Твоему, и к священникам. Господь, я благословляю все, к чему будут прикасаться руки этих людей, за какое дело они будут браться. Пусть всегда помнят, Бог дал. Мы благодарим Тебя за разум. Мы благодарим Тебя за возможность размышлять. Мы благодарим Тебя за образование. Мы благодарим Тебя за возможность жить в этом городе и учиться. Мы благодарим Тебя за любую возможность, потому что все это Ты дал. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя Всевышний Божий. Поклоняюсь Тебе и благодарю Тебя, Всевышний Божий, за любую возможность прославить Тебя, заработать финансы своими руками, благослови мое сердце, понимать эти духовные закономерности и делиться с другими людьми и благословлять имя Твое от начатков своих прибытков. Да возвеличишься Ты, да прославишься Ты, да вознесется хвала из уст многих людей, которым мы помогаем и которых благословляем. И все это благословение к нам же и вернется. Я поклоняюсь Тебе и почитаю Тебя, Всевышний Божий, Отец и Святой Дух. И все вместе скажем Аминь. Спасибо Вам большое за внимание.